Дамы и господа, давайте сегодня сделаем такой обзор, футбольная тема, распаковку сделаем, и плюс, чтобы не было скучно, я вам еще покажу футбольную тематику. Вот эти монеты я купил во время чемпионата мира, где-то пару недель назад, вот чемпионат уже закончился. Вот, это у нас, начнем как по традиции смарок, июль-пост, это рождественская почта, 2000, рождественская тема, давайте приступим к распаковке, антикус-болстер. Такая интересная печать у них, тут диванчик такой, это такой магазинчик. Где бы их открыть, давайте здесь, надеюсь, мы пораним, банкроты надо все-таки заранее открывать, чтобы не порезать их. Такая интересная покупка, давайте начнем с Аргентины. Так, это был чемпионат мира в Аргентине в 78-м году, приуроченный, купил монетки, в 78-м году, 11-й чемпионат, это был мира по футболу, и турнир проходил в июне 78-го года, летом, да, 78-го года. И впервые чемпионом мира стала сборная Аргентины, кстати, вот, в 78-м году они впервые стали чемпионами мира, потом в 86-м году с Марадонной, и вот сейчас смеси тройной, трехкратными они стали, давайте вытащим, чистенький. Монетки, да, в 78-м году, в финале они выиграли сборную Нидерландов, 3-1, очень красивый матч был. Вот такие красивые монетки. Два гола забил Марио Кемпес, 3-й Даниэль Бертони. У нидерландцев гол забил Дик Нанинго, по-моему, у него фамилия была. Вот такие, они, кстати, совершенно новые, такие блестящие. Вот, кстати, вот так правильно держать надо. Третье место в этом чемпионате заняла сборная Бразилии, обыграв Италию, по-моему, по пенальти. Это стадион, видать, главный. Здесь уже с мячом. Очень красивые монетки. Здесь характеристика, телефоны, туда-сюда. Так, окей. Так, 78-й Даниэль Бертони. Так, это уже в таком, смотрите, типа планбука, кошелька. Так, что у нас здесь, наверное, реальная федерация Испании по футболу. Реал. Может быть, это реал команды? Или реаль, как это реальная федерация, непонятно. Так, значит, давайте вот. Знак помните, да? Вот этот мой. Кстати, вот этот мой был первый чемпионат мира. Мне было 9 лет. Я с отцом смотрел. И мы с отцом болели за сборную Бразилии. И вот с 9 лет я уже болею за сборную Бразилии. Вот уже 40 лет. И вот этот знак я помню. Сзади вот так он выглядит. Вот. Ох, монетки тоже новенькие. Потом скажу в цене, сколько они у меня. Так, это у нас король Хуан, как его? Хуан 7? Нет, это Хуан Карлос 1. Такой король Испании. И вот сзади вот такие монеты интересные. Так, значит, чемпионат мира по футболу 82-го года. Был 12-й по счету. Проходил он в Испании. И итальянцы выиграли в финале ФРГ 3-1. Голы забили Пауло Росси. Помню, 20-й номер он был. Марко Терделли, Александро Альтобелли. И у немцев гол забил Пол Брейтнер. Такие вот это 100 песо. По футбольной теме здесь вот эти две монетки. Третье место заняла Польша, обыграв Францию. Лучший игрок чемпионата был признан Пауло Росси. Нравился он мне тоже. После сборной Бразилии я болею за сборную Италии тоже. Но в этом году итальянцев не было, к сожалению, на чемпионате и шведов не было, и итальянцев не было, и украинцев не было, и Нигелии, и Парагуая. Так, давайте еще посмотрим. Вот такое, вот такое. С марта это у нас в 98-м году французы выиграли чемпионат мира, обыграв мою сборную Бразилию 3-0. Зидан стал чемпионом мира. Серебряная монета, очень красивая монета. 98-й год. Мой старший сын как раз родился в 98-м. И мы смотрели этот чемпионат с моим другом. Валя, там Валя, если смотришь, будь на связи. Так, это серебряная. Так, это тоже французский. Это же, ну, этому же чемпионату приурочен. Вот такая же монета, просто уже. Это в Норвегии вышла просто монета. Это во Франции вышел конверт. Этот в Норвегии вышел. Монеты, по-моему, они одинаковые, да. Монетки одинаковые. Кстати, очень красивая монета. Видите, да, как она переливается. Так, ну, здесь такая же она. Вот такая же все. Так, дальше идем. Так, дальше у нас. 2018 год в России проходил чемпионат мира. И опять же, двукратными стали, опять же, французы. Обыграв сборную Хорватии. Такая красивая монета. 10 евро. Серебряная монета. Вот. Мбаппе здесь. Недавно в Фейсбуке видел фотографию. Он там совсем мальчик. С Роналдо у него фотография. Это Джеру. Нохчи. Джеру. Ахчу. Джеру. Это для чеченцев. Гризман. У него мать француженка. Отец немец. Других чак-нуресов. Я не знаю. Вот. Такая монета. В 10 евро номинала. Кстати, я таких 7 купил. У одного шведа. Моего возраста. Швед был. Он умер, оказывается. Мы в Фейсбуке. Подписанность им. Очень хороший парень был. Умер он. Из-за сердца говорят. В гостинице мертвый. Может, перепил. Ну, наркоманом он точно не был. Он полицейский был. К сожалению. Карл его звали. Так. Теперь вот. Вот такие. Это у нас конверт вышел в Швеции. К столетию шведского футбола. Здесь у нас женская сборная. Мурская. Ларсон. Это. Товелли. Товелли. Блин. Задовываю. Вратаря их. В 94-м году. Они заняли третье место в Америке. Красивая монета. 10 евро. Немецкие. Германия. Очень красивая монета. Это Ларсон. Кстати, Ларсон. Состав хороший. У него был в 94-м году. Андерсон. Варсон. Броулин. Равелли. Да вот. Блин. Равелли бы. Томас Равелли. Да. У него вратарь был. 10 евро. Немецкие. Вот он. Кстати. Так. Что у нас здесь? Да вот. Как раз вот. Так. Швеция взяла бронзу на чемпионате мира в Америке. Не на что это там переводится. Вот. Да. Томас Равелли. Да. Помню как раз. Это перед войной. Российско-чеченская война. 94-м веком наш последний чемпионат был в мирное время. Это Хенрик Ларсон. Отец у него, кстати, из Сан-Тома и Принципи. Оттуда, по-моему, мать шведка у него. Талантливый, кстати. Футболист. А это легенда шведского футбола. Нильс Глеетхоу. Он, кстати, второе место в Бразилии. В финале играли сборная Бразилия и Швеции. Бразильцы. Шведы били 1-0 сперва. Но бразильцы их выиграли 5-2. И вот второе место серебро взял. Против Пеле играл. Потом вот такие. Тоже серебряные. 10 евро. Тоже в Швеции вышли. Кстати, здесь у нас тираж 5 тысяч. Здесь тоже тираж 5 тысяч. Это монета приурочена в чемпионат мира по футболу в 2006 году. По-моему, Германия и проходила. И к моему стыду я даже не помню, кто выиграл. Так, здесь Ибрагимович. Мать, кстати, у Ибрагимовича. Хорватка, отец боснеец. Ибрагимов. Ибряжка. Давайте посмотрим поближе монету. Марка, кстати, 58-го года. Кстати, вот эта марка выпущена чемпионатом мира 58-го года. Видите? В Бразилии, который состоялся. И вот этот чел. Играл тогда за сборную Бразилии. И занял второе место. Это лучший результат шведов. Второе место в 58-м году и в 94-м году. Третье место в Америке. Сзади выглядит она. Так. 10 евро 2006 года. Одинаково они выглядят сзади. Гербы. Одинаково, но тут монеты, они разные выглядят. Так. Потом давайте я вам покажу вот такой конверт. Это приурочено к чемпионату Европы в 96-м году. Конверт в Англии проходил чемпионат Европы этот. И в финале играли сборная Германии и Чехии. И Германия выиграла в 96-м году. Это по-моему Маттеус. Это Терри сборная Англии. Терри, Маттеус сборная Германии. Это Ван Бастер, Нидерланды. Это я даже не помню, плохо вижу. Номинал 1 фунт. Так, монета у нас здесь 1 фунт. Гибралтарь. Очень красивая, кстати, монета. И сзади покойная королева. 96-го года. Монета Гибралтарь. Вот такие монеты я вам сегодня показал. Еще у меня есть футбольная тема, но это уже в следующий раз. Значит, вот такие были монеты. Это Испания 82-го. Испания 82-го. И Аргентина 78-го. И, кстати, недавно в финале у нас играли Аргентина и Франция. И аргентинцы заслуженно выиграли. Рад за Месси. Вратарь. Молодец у Аргентины. Он просто спас команду. Если бы не он, французы, второй чемпионат подряд. Кстати, интересно, да? Прошлый чемпионат. Французы первое место. С первого спустились на второе. Хорваты с второго места спустились на третье. Но Марокко это вообще было что-то. Первый раз в жизни играть в чемпионате мира. Выиграть Бельгию, Испанию. Чемпионов Европы, Португалию. И четвертое место занятия. Это было что-то. Спасибо всем за терпение, за просмотр. Всем мира и здоровья. Спасибо. 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 Спасибо.